Нуклеотиды, фосфорные эфиры нуклеозидов Свободные нуклеотиды, в частности АТФ, ЦМФ, АДФ, играют важную роль в энергетических и информационных внутриклеточных процессах, а также являются составляющими частями нуклеиновых кислот и многих коферментов. Строение нуклеотида является сложными эфирами нуклеозидов и фосфорных кислот. Нуклеозиды, в свою очередь, являются энгликозидами, содержащими гетероциклический фрагмент, связанный через атом азота с ЦМИ, но с одним атомом остатка сахара. В природе наиболее распространены нуклеотиды, являющиеся бетаэнгликозидами пуринов или перимидинов и пентоз, дерибозы или Д2-дизоксирибозы. В зависимости от структуры пентоза различают рибонуклеотиды и дизоксирибонуклеотиды, которые являются мономерами молекул сложных биологических полимеров, соответственно РНК или ДНК. Фосфатный остаток в нуклеотидах обычно образует сложную эфирную связь с двумя, три или пять гидроксильными группами рибонуклеозидов. В случае 2-дизоксинуклеозидов атерифицируются 3 или 5 гидроксильные группы. Большинство нуклеотидов являются моноэфирами артофосфорной кислоты, однако известные диэфиры нуклеотидов, которых атерифицированы два гидроксильных остатка, например циклические нуклеотиды циклоаденин и циклогуанин монофосфаты. Наряду с нуклеотидами эфирами артофосфорной кислоты в природе также распространены и моноэдии эфиры перофосфорной кислоты и моноэфиры триполифосфорной кислоты. Номенклатура Соединения, состоящие из двух нуклеотидовых молекул, называются динуклеотидами из трех тринуклеотидами, из небольшого числа олигонуклеотидами, а из многих полинуклеотидами или нуклеиновыми кислотами. Название нуклеотидов представляет собой аббревиатуры в виде стандартных трех или четырех буквенных кодов. Если аббревиатура начинается со строчной буквы D, значит подразумевается дизоксирибонуклеотид. Отсутствие буквы D означает ribonucleotid. Если аббревиатура начинается со строчной буквы C, значит речь идет о циклической форме нуклеотида. Первая прописная буква аббревиатуры указывает на конкретные азотистые основания или группу возможных нуклеиновых оснований. Вторая буква на количество остатков фосфорной кислоты в структуре А. Третья прописная буква, всегда буква F. Латинские и русские коды для нуклеиновых оснований АА, аденин, G, Г, гуанин, С, С, сетозин, Т, Т, тимин встречается у бактериофагов в ДНК, занимает место урацила в РНК УУ. Урацил встречается в РНК, занимает место тимина в ДНК. Общепринятые буквенные коды для обозначения нуклеотидных оснований соответствуют номенклатуре, принятой Международным союзом теоретической и прикладной химии и Международным союзом биохимии и молекулярной биологии РУСК, сокращенно ANGL, IUBMB. Если при секвенировании последовательности ДНК или РНК возникают сомнения в точности определения того или иного нуклеотида, помимо пяти основных, используют другие буквы латинского алфавита в зависимости от того, какие наиболее вероятные нуклеотиды могут находиться в данной позиции последовательности. Эти же дополнительные буквы используют для обозначения вырожденных позиций. Например, при записи последовательности праймеров для ПЦР, длину секвенированных участков ДНК или всего генома указывают парах нуклеотидов или парах оснований. Подразумевая под этим элементарную единицу двухцепочечной молекулы нуклеиновой кислоты, сложенную из двух спаренных комплементарных оснований, биологическая роль 1 – универсальный источник энергии, 2 – являются активаторами и переносчиками мономеров в клетке, 3 – выступают в роли коферментов, 4 – циклические мононуклеотиды являются вторичными посредниками при действии гормонов и других сигналов, 5 – эолостерические регуляторы активности ферментов, 6 – являются мономерами в составе нуклеиновых кислот, связанные 3 – минус 5 фосфодиэфирными связями. История. В домолекулярной генетике для обозначения наименьшего элемента в структуре ДНК, который может быть подвержен спонтанной или индуцированной мутации, применялся особый термин RECON. В настоящее время показано, что таким наименьшим элементом является один нуклеотид, поэтому данный термин более не употребляется. Для определения понятия единица мутации применялся термин MUTON. В настоящее время показано, что фенотипически мутация может проявиться даже при замене одного нуклеотида. Таким образом, термин MUTON соответствует одному нуклеотиду.